Друзья, всем привет! Витя, Дима, Игорь, Паша, Сережа и многие другие. Сегодня мое видео будет посвящено волнистым попугаям. Волнистый попугай необычный. Это смесь выставочных и простых, то есть укрупненная птичка получилась. Ну, я думаю, заберу себе. Птичка молодая. Попробуем с нее получить в дальнейшем что-то интересное. Я, возможно, перепорую со своей птицей. У меня волна стандартная, белковатая. То есть получится укрупнение птицы. Думаю, это будет интересно, полезно. Ну, сейчас посмотрим обзор будет. Там, получается, 4 девчонки и 2 пацана. Итак, смотрим, пишем комментарии, мнения, впечатления. Подпишемся на канал. Вот так выглядят эти молодые. Новобранцы. Видите, какие бусы. Сейчас снова посмотрел. Получается, 3 мальчика и 3 девочки, если я не ошибаюсь. Вот эта девочка, самая старшенькая, уже начал в лоб линять. Видите, колодочки ползут новые. А вот зеленый еще прям черноклювик. Ну, они, в принципе, все черноклювик. И только вот эта вот голубенькая самка, она постарше, может, на 3 месяца. Ну, вот такие вот шкодульки. Я их сейчас покормил, корма насыпал с утра. Им интересно кушать. Видите, бумажку интересно пожевать. Ну, такие забавные, волнистые появились. Консультировался, советовался с человеком, который непосредственно плотно занимается выставочными, этими чехами. Ильяс зовут его. Ильяс, привет. С Казахстана. И, значит, ответ был положительный. То, что птица интересная, птица хорошая. Пусть растет. Будет развиваться. Посмотрим. Многие заводчики волнистых попугаев, вот таких вот выставочных, крупных, со своей практикой делятся о том, что именно чистопородная выставка, чистопородная крупная выставка, она проблемная. Проблемная в том, что самочки бывают не разносят яйца. Бывают жиреют. Бывает то, что на второй, после второго года разведения у самок появляются жировики. И на животе, вот там, где клоака, ну, грубо говоря, между ног, появляются жировики, и птица становится непродуктивная. А вот смешанные с обыкновенными волнистыми, эти выставочные чехи разные, то есть мы получаем и красивый вид птицы. Вот вам бусы, пожалуйста, убы. Видите, эти чуть прищуренные глаза. Вот это все от крупного волнистого переходит сюда. Но мы получаем лучшее здоровье. То есть птица будет продуктивная в большее количество лет. Жировиков, я думаю, не будет. Ну, по крайней мере, кто уже пробовал, говорит, все нормально. В этом плане все хорошо. Никаких ни жировиков, ни грыж, никаких ничего. Потомство, получается, у смешанных в среднем, так же, как и у обычного волнистого, получается, там, шесть птенцов, пять птенцов, четыре птенца. Потому как у крупных волнистых там меньше птенцов, получается. Вот такие красавцы появились у меня в хозяйстве. Больше всего мне нравятся их ни бусы. Вот он. Прям сюда прискакал. Фокус поймаем сейчас. Вот, три мальчика и три девочки. Еще говорят, что самые чистопородные, это именно вот таким цветом. Зеленые, они как родоначальники. И синие. Ну и, соответственно, хорошие будут родители. Посмотрим, время покажет, друзья. Будем наблюдать, будем смотреть за ними, экспериментировать. Я вам обязательно буду делать видеоотчет. Я сейчас, видите, бумагу чистую постелил. Повет у них нормальный. Большой интерес проявляют к бумаге. Погрызть бумагу любят. Значит, сегодня появление будет у них ромашка аптечная. Как профилактика кишечника, чтобы, знаете, новый корм, смена обстановки, дорога, чтобы не было там никакого воспаления кишечника, потому как птичка маленькая, молоденькая, надо пропоить ромашечкой. Можно также пропоить марганцовкой легкой. Ну, я начну с ромашки с аптечной. Также я развел ромашку и полынь такую отвар сделал, обработал их, ну, как легкий душин сделал, попшикал, чтобы пироеда не принести, чтобы там ни пухоеда, ни гамозого крича не принести. Так птицу искупал, просушил вчера в теплом. Сегодня они вот уже, видите, высохли. И представлены на показ. В плане содержания и кормления, в принципе, все то же самое, как и обыкновенного волнистого. Есть единственный, единственный такой, как сказать, нюанс, не нюанс. В общем, единственное, надо учитывать, что эти крупные волнистые любят, очень любят канареечное семя. Надо в смесь, в зерносмесь подмешивать канареечное семя. То есть, если обычный попугай у вас кушает просто овес в семечки, это как стандартная классика, то этому попугаю надо еще немножко подмешивать канареечное семя. В общем, вот такие вот дела. А так, все то же самое. Морковку можно каждый день, свеклу, капусту, кабачок, тыква. Ну, по сезону все это они кушают. Яблоки очень любят. Сейчас у нас за окошком уже зима пришла. Будем кушать веточки. Веточки можно немножко ставить в ванночку с водой, чтобы почка набухала, и потом предлагать птице. В дальнейшем все это покажу. Расскажу, как готовить ветки зимой для птиц. Ну, и как птицы будут кушать, получать витамины, минералы. До скорой встречи, друзья! Всем удачи! Всем хорошего настроения!